МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вітаю, з вами Шахімат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про діяльність депутатів місцевих рад. З нами секретар комісії з питань житлово-комунального господарства та екології Соборної райони у місті Дніпрі Ради Максим Дегтяренко. Пане Максиме, я вас вітаю. Власне, перше питання. Буквально днями міністр Дмитро Дубілет анонсував таке масштабне скорочення чиновників районного рівня. Це майже 20 тисяч чиновників. Чим, на ваш погляд, викликане таке рішення? І чи є воно позитивом для місцевих громад? По Дніпру рішення такое принято уже 4 роки назад. Ось сокращення, в последнюю каденцію відбувають депутати районних советів, і в следующій, значит, вже баллотуватися не будуть. Ну, как на мене, то депутат районного совета – це кірпичик, фундамент. Ізначально самий уровень, который соціально активні люди, які пройшли в районні советы, депутати – це председателі ЖСК у нас, председателі СМД, преподавателі вузів. Они либо живуть, либо работають на округі. І, в принципі, вони соціально активно себя проявили і пошли в райсоветы для рішення вопросов такого індивидуального характеру, установка скам'як во дворах, решення вопросов строительства детської площадки во дворе. І вони непосредственно общаються з избирателями, живуть на цих районах і несуть всю відповідальність за ці питання і пытаються їх рішати. Значить, я за районним советом соборним где-то порядка 15 років я по роботі своєй знав і знаю, приймалися там определенні моменти. Це були тітульні списки рані, капітальних текущих ремонтів, витерілись гроші на ЖСК, на ОСМД. Работало два коммунальних предприємства в районі, які следили за ремонтом дорог в частному секторі, обрізку деревьев, уборка вулиц. Це міські коммунальні підприємства? Це були районні. У нас в районі були собственні районні предприємства, які займалися вивозом мусора з частного сектора, обрізку деревьев, уборка вулиц і ремонтом дорог в частному секторі. На данний момент частним сектором не займається ніхто. До определенного времени там це було районне отделообразовання, який куривав всі школи районів, управління труда і соцзащиту, у терцентр по обслуживанню інвалідів, людей, які не мають там родственників. Це все було в районних советах. Зараз ці функції все потихоньку забирають. Після принятого рішення Городським Советом у прекращенні полномочій РАТ на следующій каденції, постепенно, кожен год, ці функції забрали. В прошлом году з района забрали районне районно, перевели їх под юрисдикцію города. В цьому году, в маі месяце, ми передали управління труда і соцзащиту і терцентр. Зараз, по сути, в районі осталась служба по делам дітей, центр по взаємодействію з неблагополучними семьями. І в основному о сокращенні, о котором говорять, там 2 тисячі чоловік. По факту, в нашому конкретному случаю, в нашому районі, ці люди сократили їх. В Соборному районному совіті вони попали под сокращення, але фактично їх взяли зараз в город, теж управління труда і соцзащиту, терцентр. Вони всі залишились при своїх робочих містах, тільки перейшли під юрисдикцію города. Ну, от ви згадали такий момент, що фактично ліквідується райради, як виборні органи. Наступного року будуть вибори до місцевих органів влади. Я у цій студії говорив з народним депутатом України Кирилом Нестеренко від Дніпра. Він, зокрема, зазначав, що вважає за необхідне зберегти районні ради. Не зважаючи на той процес, який ви обмалювали, чи можливо їх збереження? На мій взгляд, необхідно їх оставити. Це та ступень, тот фундамент, як я сказав, який непосередньо для общения з гражданами, з избирателями, які несуть дальше ці всі вопросы, предложення по благоустройству, по ремонту дворів і так далі, домів. В принципі, в тому состоянию, в якому зараз вже знаходиться район, без полномочий, постепенно все полномочия забрали, так його оставлять нельзя. То есть, либо восстанавливать те полномочия, які були рані, с финансуванням, с деньгами, с соответствующим, щоб, можливо, було приймати якісь рішення. І зараз це функції чисто передачі обращень і далі. То есть, приходять граждане, обращаються, так як немає в полномочиях районного совєта рішити той чи інший вопрос, передаються ці всі обращення в городський совєт. Ну, а взагалі, на якому рівні фінансується районна рада? Та чи фінансується, хоча б невеликие там кошти, якісь виділяються на діяльність районного депутата? Ну, на самом деле, там смішні цифри. У нас на год виділено по 25 тисяч це на матеріальну допомогу. Це в середньому 25 тисяч ісбирателі, які обратились, там, і получили по 1000 гривень, тому що менше, як би, навіть неудобно виписувати, давати. Якщо якісь якісь серйозні проблеми у чоловіка, там можна, значить, збільшити суму до 10 тисяч гривень. В рамках цих 25 тисяч. В рамках цих 25 тисяч. Тобто, як ти комусь віддав, а следующі вже прийшли, ти просто говориш, що дінях немає. Але так як люди все-таки пытаються, сами депутаты, рішать багато вопросів, беруть, так як вони соціально активні, вони туди прийшли, независимо від того, є фінансування чи ні. Я на собственному примері можу показати, у нас багато вопросів, які конкретно на моєму округу, на котрій немає фінансування з району, але, в принципі, депутат, якщо береться, то їх можна решити. У нас періулок Добровольцев, 2, 40 років з момента пострійки не було детської площадки. Ми подали проєкт в бюджет участия. Там, кстати, три проєкта, які я ще, як автор, побігили три моїх проєкта в бюджеті участия, в тому числі детська площадка по переулку Добровольцев 2. То есть, ми прийшли к людям, ми обіщали, ми надіялись, що районні совєты будуть влиять на цей вопрос. Коли ми пройшли в депутат, і оказалось, що цього немає в полномочиях Рады. То есть, ми искали пути, як попасть. Ми попали в бюджет участия, побігили. Конечно, прийшлося толкати паровоз, люди не особо активні в плані голосування. То есть, ми підключали всех друзей, знакомих, родственників. Приходиш в предприєкти по роботі, говориш, ви голосували, не голосували, пожалуйста, підтримайте, вот, ссылка, голосуємо. І таким образом решається определенна части вопросів. Потім, в дальнійшем, заприметили корупцію в бюджеті участия, що туди подаються депутати містних совєтів, і запретили. Ну, все ровно, ми пытаємося подавати. В цьому году ми тоже подали два проекта, сейчас голосуємо за них. Але вже я там автором, я тільки допомагаю. В той же час, те, скажімо так, чиновники, чи депутати якихось міських рад, обласних рад, говорять, що депутати районної ради фактично дублюють їх повноваження. Це вони говорять для того, щоб ліквідувати фактично ці ради. Чи сгодні ви з ними? Ні, категорически я не згоден, тому що насправді зброшення як такового не буде. Я вже сказав, що людей фактично переведуть під юрисдикцію міста. Сами райони вони нікуди не денуться. Останеться либо департамент, ніхто ж не знає, какой буде финальний, там було вже три проєкта этой реформы, і ніхто не знає, що там в итоге в кінце вийде, і що получится. То є, либо останеться какой-то департамент района, либо исполком района, либо администрація. Але цих людей вже назначат, назначат там либо мэр, либо, якщо це буде в області, то назначат президент. То, то ли людина выбрали, він пройшов як депутат, за нього проголосовали, і він несе какую-то відповідальність перед своїми избирателями, решає, берет на себе питання. Тобто, якщо людина назначили, то він буде нести відповідальність, в першу чергу, перед тим, хто його назначив, перед мэром, в нашому случаю. Якщо так, воно в результаті произойдет. Окончательного, фінального решення поки ніякого немає. Що буде? Ну, щось буде. Якщо говорити про ефективність депутата на протязі одного скликання, ви згадали про повноваження, які фактично прибирають від райради. Чи можете ви порівняти, які у вас були повноваження станом на 15-й рік, коли вас обирали, і станом на 19-й, тобто на зараз? Ну, фактически, решення було принято практично сразу, после вступлення нас в депутатські полномочия решення о передаче уже всего основного функціонала в Городской Совет. То есть, фактически, мы уже очень-очень ограничено были у нас полномочия именно финансового характера для решення каких-то вопросов. Раньше это были, я ж уже немного повторюсь, титульные списки, возможностям планирования ремонта дорог внутриквартальных именно по частному сектору. То есть, вопросов было гораздо больше и финансирования было больше. Сейчас, даже в первый год у нас еще было выделение денег, тоже небольшие суммы, но мы смогли объединить, выделили там, по-моему, по 10 тысяч, по 15 было у нас на материальную помощь и по 10 на решение депутатских вопросов. Так как 10 тысяч, они попадают под прозор, никто просто не хотел связываться с такой маленькой суммой. Ко мне обратилась одна школа на победе с просьбой установить интерактивную доску в компьютерном классе. Мне пришлось поработать с депутатами всех фракций, у кого там эти 10 тысяч никуда не шли, мы пристроили, нам надо было 60 тысяч, мне написали письма 10 депутатов, то есть у нас получилось там 110 тысяч вместе с моими 10. и у нас кроме доски еще получилось решить вопрос замены полностью входной двери парадного входа в школу. То есть в принципе решение при желании депутата решить какой-то вопрос, независимо даже от финансирования, то есть можно пытаться парсидировать. Ну если продолжите эту тему, с какими питаниями наичастейше до вас вертаются мешканцы Соборного района? Процентов 90 это конечно материальная помощь. Люди приходят, знают, что депутатам местных советов, районный совет, городской совет, выделяются средства на материальную помощь, люди конечно приходят, каждый со своими проблемами, у кого-то там проблемы со здоровьем, у кого-то с оплатой коммунальных услуг, там не могут оформить субсидию, там растет задолженность, приходят, как бы просят, ну сумма это очень минимальная, там 1000 гривен это максимальная сумма, которую мы расписывали на получение, ну в основном это 90 процентов. Также приходят на встречах приходят люди даже не с моего округа, но так как я регулярно провожу встречи, то есть легко я прям на округе, есть депутаты, которые проводят в райсовете, то есть туда как бы немного уже сложнее необходимо ехать маршруткой, троллейбусом, а так как я на месте, то ко мне приходят из соседних там с прилегающих округов и конечно пришла Наталья одна, Героев 30, сама значит ухаживает за сквером полностью, там такая красота, насаживают растения разные, пришла, говорит, так и так, я вот ухаживаю за этим сквером, помогите шланг для полива купить. Мы встретились, я построил, действительно красота такая, без никаких вложений там депутатских денег, финансирования города, человек самостоятельно там развивает эту территорию, то я просто как бы не выдержал, я поехал вечером в этот, в эпицентр, купил набор для полива, шланг, как бы, ну вот, такое, кто-то приходит там установить скамейку, лавочку, покрасить вход, как бы, мы пытаемся, так как денег, как бы, у депутатских нет на решение именно в райсовете на решение этих вопросов, мы там, как-то совместно, кто-то приобретает материалы, мы помогаем рабочими руками, там, покрасили, побелили, установили, как бы, ну, в таком вот режиме мы стараемся все равно помогать людям. Загалом, місцевый депутат с вашего досвиду, это возможность заработать, или вы все-таки отдаете в основном? Да нет, ну, в райсовете я сомневаюсь, что можно что-то заработать, мы больше, как бы, больше все-таки отдаем. Ваша безпосредняя сфера діяльности это ЖКГ, да, житлово-комунальное господарство. Какие основные проблемы, напрямки проблем у Соборном районе? Все-таки, это центральный район Днепра. Ну, так как у нас сейчас стартовал отопительный период, как бы, проблемы, так как глобальных пока, мы слава Богу, тьфу-тьфу-тьфу, нет. У нас, как никогда, я хочу сказать, и идет совместная работа с теплоснабжающими организациями, мы в диалоге, мы даже узнали о включении, там, котельная на космическое, обычно нас предупреждают в пятницу в 12 часов, что они в час дня разжигаются. Тут получилось наоборот, нас в пятницу предупредили, что они в понедельник включаются. Как бы, полностью идет как бы в диалоге. Есть много проблем сейчас, это самостоятельно люди меняют батареи, стояки, устанавливают на них краны, едут на заработки за границу, на всякий случай эти краны закрывают, и это беда, так как у нас не один-два дома в обслуживании, а сотни, то, как бы, реально ситуация очень серьезная, и люди иногда, переулок Добровольцев-2 в прошлом году они практически там до февраля месяца мы не могли запустить один стояк из-за того, что в квартире конкретно были закрыты краны. Попасть в квартиру в частную собственность, если там не течет, нет никакой аварии, пожара, то есть попасть туда без решения суда практически невозможно. Была ситуация в предыдущем году, значит, там открыты, остались еще окна в квартире и размерзлась система, начало заливать соседей, то мы, жители, сами добились участия прокурора, милиции, мы вошли в квартиру, заварили трубы, включили водоснабжение по стояку, хотя предварительно там тоже мы, ну где-то месяц люди были без воды, была и бегущая строка мы на телевидение давали, пытались найти хозяина, ну безрезультатно. Потом он через несколько дней после того, как мы уже в квартире были, конечно, нашелся, сказал, что там все плохо. А взагалей это законно менять трубы, батареи самостейно? Вы не разбирались с ситуацией? В принципе, если на день без переноса, да, с соблюдением тех проектных рамок, которые были, то в принципе это нормально, что люди самостоятельно меняют там батареи, стояки, потому что в основном под общими коммуникациями это все-таки относится там подвал, тех этаж, где меняется уже там силами ОСМД либо управляющей компанией, то есть в квартирах в основном, если течь в квартире, то меняется какой-то маленький участок, именно тот, который течет, минимальный участок. В основном меняется по подвалам, поэтому люди сами меняют в квартирах, то, что батареи однозначно никогда никто не менял, кроме как жильцы самостоятельные. Если продолжить темы опаления, чи все люди отримают тепло сейчас? Сейчас еще не запущено это частная котельная терра у нас на Нагорке, там 8 домов без отопления, и ведомственная котельная металлургическая академия. Конечно, идет процесс наладки, то есть развоздушивания, вот такие вот стояки, которые я уже сказал, где есть проблемы именно с пуском, куда необходим доступ, необходимо обследовать. Мы занимаемся этими как бы наладками, не все еще получают отопление, потому что где-то ведется наладка, где-то еще сварочные работы при запуске где-то что-то порвало, но в принципе там 90-80% уже где-то с теплом 100%. Че часто звертаются до вас мешканцы, скажем, с таким вопросом, что опаление есть в квартире, но батарей недостатньо теплые, и вообще это как-то регулируется? Вот это именно вопрос развоздушивания системы. Большинство людей только в первый день увидели по телевизору, услышали, что включились, подали отопление, начинают звонить сразу же в эти управляющие компании, требовать прогонить через подвал. То есть воздух, он по своей физике системы, он поднимается вверх. Для этого на верхних этажах система крана Маевского стоят и развоздушивается только через верхний этаж. Через подвал малоэффективно. Ну, люди привыкли, что лучше пусть в подвал там нальют, попитаются, как бы, ну, пока мы еще занимаемся все-таки наладкой, но в основном мы ищем верхний этаж. Не секрет, что, в принципе, уже деколька роков, навык, майже десятилетия, напевно, Днепро живет без централизованного водопостачания, горячей водой, я имею на увазе. З вашего точки зору, така ситуация є нормальною? И чи можливість и необходимость є повернення до централизованной подачи горячей воды? Я думаю, что уже без капитальных вложений фактически запустить горячую воду просто невозможно. Часть домов, которые у СМД, они уже вырезали эту систему горячей воды, сдали в металлолом, на эти деньги там что-то покрасили, отремонтировали. Ну, она вот за то, что она там 10 лет уже стоит без воды, она просто прийла уже в негодность. Пустить это в принципе невозможно. Хотя без вложений. Вы згадали про СМД, про СББ украинской мовы. Как иде процесс их створения? Чи, можливо, он завершен в Соборном районе Дніпро? Ну, не то, что очень вяло. Уже первый год после вот этой состоявшейся реформы, принятия 417 закона про особливости здействования права власности в багатоквартирных будинках, там был просто пик какой-то порядка 100 СМД создана была у нас в районе за первый год. фактически, там из них 60 или 70 домов запустились, которые ушли в самостоятельное управление. 30 домов они еще никак не определились, они просто созданы юрлицо, и они все равно остаются под под юрисдик жилищных предприятий. А люди, ощутили, что там, где создана ОСНД, оно, во-первых, и финансируется по программам гораздо лучше сейчас, чем жилищные предприятия. Есть программа софинансирования. В этом году, учитывая количество заявок, говорят, что уже процент финансирования 40-45% как минимум для победы в конкурсе на софинансирование. Также в мае принята городским советом программа для домов, которые не участвуют в проекте софинансирования, и там полностью 100% можно податься, собрав необходимый пакет документов, подать на финансирование ремонтных работ в доме. Капитальные ремонты там до 1,5 млн грн и текущий ремонт до 200 тыс. грн. Податься можно на один вид работ. Поэтому каждый дом по-своему зависит от председателя. Если председатели везде участвуют в этих проектах, то, конечно, дом там выглядит лучше по сравнению с теми, что остальные есть, которые просто создали СНД и ждут, что кто-то к ним придет, какой-то депутат перед выборами что-то поможет. Так мало кто-то... Такое вопрос. Власне, уже котро три тиждень Дніпряни обговорюють ситуацию навколо гуртожитка Дніпровской политехники, которая находится в Соборном районе. Тобто, будильная фактически ледь не обвалилась. Чудом все залишились живы и не ушкоджены. Власне, с вашей точки зрения и че знаете вы, насколько взагалі небезпека велика в Дніпрі и в Соборном районе, в частности, СУВЕВ, которые, возможно, стали причиной, возможно, это строительство метро, до сих пор комиссия, насколько я знаю, надала кинцевого результату, кинцевого висновку? Значит, еще, наверное, года три назад первая весточка этих всех событий это был дом Героев Крут-3, который там где-то на кирпич, он, значит, наклонился в сторону набережной, где-то на кирпич, там полдома, два подъезда, один блок, пошла трещина по фасаду и как бы определено, что где-то на кирпич он сейчас как бы наклонен в одну сторону. Собирались комиссии, проверили все сети, коммуникации, там, туннели подземные, искали, то есть процесс этот поставили маяки, как бы сейчас, слава Богу, процесс этот остановился. В этом году похожая ситуация с домом проспект Дмитра Иворницкого 7, точно так же там произошло небольшое движение, значит, пошли трещины, хотя он уже много лет был в статусе аварийного, там сделаны стяжки, как бы, но сейчас этот дом это немного ниже общежитие, то есть там движение идет и по тем экспертизам, которые там уже попали в сеть, ну, в принципе, опасность. это по одней стороне, наверное. Да, да, это все с одной стороны, Карломар Са 7, Героев Крут 3 и вот общежитие теперь. Ну, все-таки, какая вероятность Сувев с вашей точки зрения? будем надеяться, что сейчас, как бы, учитывая то, что, как бы, это уже резонансная ситуация, задействованы эксперты, то есть, ну, я думаю, что город все-таки вложит деньги, повлияет как-то на эту ситуацию, не допустить никаких обрушений. У комиссии депутатской, окрім проблем ЖКГ, вы занимаетесь проблемами экологии. Чи возможно их решить суто в одном окремом взятом районе, без того, чтобы их решить на равные места, области, страны? Ну, вопросы экологии, как бы, у нас постоянно, они, как бы, на первом плане везде, даже на национальном уровне, да, ну, в районе сейчас это занимаемся, там, даже через комонхозы, вот последнее, то, что сейчас есть, это сжигание листвы, то есть, информирование населення, о вреде, сжигание листвы по частному сектору, ну, фактически, ну, это, как бы, мало, очень мало помогает, еще и потому, что нет вывоза негабаритного мусора из частного сектора той же листвы, если заложить финансирование в те же комонхоз, в бюджет района, объяснить, донести людям, что вы собираете листву, пакуете ее, там, в мешки, и раз в неделю будет проезжать, там, или раз в месяц, в октябре, в сентябре вывозится это листво на свалку, то таким образом можно, возможно, решить эту проблему. Но сейчас мы, учитывая, что финансирование вырезается, на следующий год, там, на наш комонхоз, в нашем районе, пока мы, по предварительным цифрам, по предварительным цифрам, на программу благоустройства, пока мы шансов там заложить, хотя бы какие-то цифры, очень маловероятные. Все останется в городе, я так думаю. Вы сказали про вывоз квартальными комитетами, по частному сектору проблема, как практически решена, установлены контейнеры, пытаются заключать договора, там, процесс идет слабо, ну, начисление людям там выставляют, постоянно жилсервис 2. То есть, по частному сектору мы обошли там практически каждый двор, каждую улицу, нашли, переговорили с каждым квартальным, провели совещание в районе. И, в принципе, по соборному району, именно с побутовыми ветходами, ну, проблема так, как бы, немного стала лучше. Вот, а с вывозом уже, вот, как бы, еще дополнительного мусора, если в домах многоквартирных, там люди выносят диваны, да, еще там складывают елки, строительный какой-то мусор, жилсервис 2, там подаются заявочки, они возле контейнера это все забирают. По частному сектору это не работает. То есть, это надо тоже как-то запустить, чтобы, вот, и мы решим, в том числе, проблему с листвой, с сжиганием и с экологией. Ну, от, частично. Взагалі, на ваш погляд, наскільки взагалі пересечных громадян, громадян, жителям Днепра хвилює питання экології в місті? Ну, я думаю, что, как бы, ну, вопрос очень такой, как бы, тема, тема дня, так сказать, очень, как бы, много переживаются, переживают, но занимаются, фактически, это там активисты, единицы. Что ж, я вам дякую за эту разницу. Нагадаю, сьогодні мы спілкувались с секретарем Депутатской комиссии с питанием ЖКГ и экологии Соборного района в місті Днепр и Ради Максимом Дегтяренко. На все добре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова